Здравствуйте, друзья! Я Михаил Петренко. Вы смотрите новости на канале Реальная Черногория. Начнем с главного. Разумеется, с коронавируса. На 6 апреля было выявлено 223 случая заболевших в Черногории. И статистику по городам вы видите на экране. Наибольшее число в Подгорице в столице и наименьшее в Тивоте. Кроме того, за эти выходные полиция выявила 56 нарушений комендантского часа и завела на этих людей уголовные дела. Напомню, что в будни нельзя находиться на улице после 7 вечера и до 5 утра, а в выходные после часа дня. Ну и также до 5 утра. Сегодня важная для Балкан дата. 6 апреля 1941 года началась война между Югославией и фашистской Германией. Называлась она Апрельской войной и длилась всего лишь 11 дней. С 6 по 17 апреля. В начале войны, в начале Второй мировой, Югославия хотела сохранить нейтралитет. Тем более, что войска на тот момент были такие, что, скорее всего, сопротивляться Германии она могла максимум 2 недели. И когда Гитлер предложил заключить перемирие, Югославия вошла в этот тройственный пакт. Однако народу это не понравилось, и они вышли на улицу, скандируя лучший гроб, чем быть рабами. И в ночь на 27 марта офицеры ВВС Югославии совершили государственный переворот, свергнув профашистское правительство Югославии. Что, разумеется, не понравилось Гитлеру, и он объявил Югославии войну 6 апреля. И в ходе этой войны 10 апреля от Югославии отделилась Хорватия. Еще об одном важном событии. В этот день, 6 апреля, ровно 353 года назад, произошло мощнейшее землетрясение, унесшее жизни более 6 тысяч людей. Наибольшие разрушения были в Хорватии, в Дубровнике и в Котре. Ну, разумеется, также пострадали и ближайшие города. Более того, отголоски этого землетрясения были даже в Константинополе и Каире. Как знак памяти об этом событии, в Хоторе посажено дерево, черный тополь. Завершить новости на сегодня хочу информацией для тех, кто нуждается в помощи или готов помогать другим. Мы с группой людей создали социальный органайзер Exodus. Это инструмент, позволяющий систематизировать как помощь другим, так и получать самим помощь. И более того, этот инструмент позволяет не просто все делать прозрачно, но еще и создать в дальнейшем экономику, основанную на совершенно других способах взаимодействия, где нет посредников. Подробнее об этом вы можете посмотреть в видео по ссылке в описании. На сегодня все. Спасибо, что смотрели. До встречи в следующий раз. Я надеюсь, это будет завтра, может быть, послезавтра. Субтитры создавал DimaTorzok